Здравствуйте, я Маша Ефросидина, и сегодня у меня в гостях, как обычно, удивительный герой. Вернее, героиня. Это единственная женщина самого известного коллектива страны. Вы знаете ее как Леночку из квартала 95. Я же предлагаю вам познакомиться с Еленой Кровец. Леночка, привет! Привет, Маша! Народная улюбленница Леночка из 95-го квартала. Едина женщина в человеческом коллективе, ну и, конечно, Юлия Володимировна. Но мало кто знает, чем ей довелося пожертвовать на шляху до этой славы. Она так протягивала руку и говорила, не на... Ну, то есть, на надрыве, на голосовых связочках. Мамочка! Это невыносимо. Вперше, так и отверто, вона расскаже про непростые стосунки в квартале. Был конфликт, был довольно серьезный конфликт, вследствие которого не смогли мы совладать с эмоциями. Как общая работа ледь не разбила ее семью. У нас не существовало практически друг для друга. Как мужа и жены. И, самое важное, неожиданное признание. Вы остановимся чуть-чуть. Хорошо, давайте остановимся. Вперше, без масок и жертв. Отверто и справедливая Лена Кравець. Я начну с актуального. Самый известный коллектив страны на импровизированной сцене, сделанной вот так вот, косо-криво, выступает в зоне АТО. Да, это были такие два концерта. Один в Мариуполе, один в Краматорске. Я, ну правда, я никогда не забуду ни эти глаза, ни эти города, ни эти дни, ни эти места, ни эту сцену. Я не хотела ехать. Почему? Поначалу. Я просто испугалась. Мне было страшно. Тебе было страшно за свою жизнь, за свою безопасность? Инстинкт самосохранения, который, слава богу, слава богу, был, ну как-то так, не знаю, вот он как-то так исчез после того, как ребята мне сказали. Я с ними поделилась, я говорю, слушайте, я говорю, пацаны, я так боюсь. Говорят, слушай, ну все боятся. Ну там правда не сладко, ну мало ли что. Ну нас попросили, ну мы должны. Я говорю, да я понимаю. Говорю, а если, ну, а если без меня же? Она говорит, да ты что, там Вовка говорит, как без тебя, ну. И когда я приехала туда, Маша, когда я увидела этих мужиков, я поняла, что, во-первых, с этими мужчинами рядом вообще нечего бояться. Они все молодые, они, ну, они не истерят. Они не хватают тебя, знаешь, вот этого. А можно и со вами сфотографировать? И со мной, и со мной. Вот этого нет, как обычно после концерта. Ой, идите сюда, я с вами еще не успела сфотографировать. А как? Ну как-то, Леночка, Леночка, так, хлопти, зачекайте сюда, Женька, сюда. Давай так, щелк, дякую, следующий. Ну, то есть все вот так вот по полочкам дисциплинировано, четко. Я получила такое удовольствие, у меня чувство самосохранения сменилось потом чувством самоуважения просто. Я поняла, что эта поездка нужна была нам всем вообще. Давай посмотрим, как это было, покажем зрителю, освежим тебе в памяти. День незалежности, військовый аэропорт, всего за кілька километров от войны. Поспехом зібрана сцена и очи, очи тех, кто видел смерть своих товарищей. Тих, кто целодобово не снимает військовой формы и спит зі зброёй в руках, захищаючи країну. Слава Украине! У зоні АТО «Квартал» повним складом провів два концерти – у Маріуполі та Краматорську. Дмитрий Киселёв? Сам приехал, да. Від ризикової поездки не відмовилась навіть єдина дівчина у «Кварталі». Слышь, Леносі, а кто тебя сейчас на Лексусе там подвёз? Только что? Ага. Это он. Так, Геннадий Иванович. Геннадий Иванович. А Геннадий Иванович, извиняюсь, он тебе кто? Дедушка? Півтори тисячі військових, бійців Нацгвардії та добровольчих батальйонів підспівували «Кварталівські хіти». І хоча б на мить забували про війну. Я люблю свою родину просто так, у неё в голове иногда борта. Європейская, азиатская или вольная духом казахская. Слава Україні! Героям слава! И пускай не раз меня развели, но ведь нету другой у меня земли. Какі у тебе були чувства, коли ти була на сцене? Ну, я понимала на самом деле, что это, ну, тебя ждали, хотели видеть. И, конечно же, то, как они ржут, а не ржут, Маша, ну просто это, вот это, ну, ни одного женского голоса. Это кайф. Но больше всего меня поразило не это. Они сидят под самой сценой, вот в аэропорту военном, там вообще не было ни стульев, ничего. Сидят прямо на траве под самой сценой. Они начали угадывать, опять же, там по тексту было, а ну быстро, говори, какой у Лены размер груди. И они начинают угадывать. Второй, третий, второй. Вот это вот начинается, очень смешно. И в конце. Финальная песня. Это вообще... Ну я видела, что это едва сдерживаюся. Ты знаешь, Маша, если бы они, вот, если бы они остались сидеть, вот, я бы совладала с собой. Я ее на обычном концерте, ну так, пою, знаешь, и ком все время. Ну это сильная песня, да, это так. И тут начинаются первые аккорды, первые гитарные аккорды. И кто-то из них, ну, видимо, какой-то командир, он говорит, родина, встать всем. Вот если бы они не встали, все было нормально. Но дальше я понимаю, что мне нельзя рыдать, а не катиться. Я понимаю, что ну вообще мои слезы сейчас ни при чем, а мне еще целую песню петь. Ну как-то я вырулила. Пацаны тоже. Мы ехали назад, знаешь, так, молча. Остановились, они нас провели, вывели нас на безопасную территорию. Мы остановились в каком-то месте, где вот фуры транспортные всякие останавливаются большие. Знаешь, там, где чай, кофе бабули делают, пирожки какие-то. Я помню, что мы были в каком-то абсолютно измененном состоянии сознания. Мы зашли в придорожное кафе, вот так вот заказали 14 борщей, водки. Был день независимости. Мы как-то так с праздником. Вот так вот выпили водку, борща, назад. И все как-то молча ехали. Ну вот такое состояние. Да, но ведь понимаешь... Но это был самый лучший день независимости в моей жизни, правда. Лена, а как возвращаться после этого и шутить дальше? Как веселиться, веселить, зная, что может быть кого-то из поднявшихся в отряде Родины уже нет в живых? А ты знаешь, они сами нам ответили на этот вопрос. У нас у некоторых ребят, ну я знаю, что есть мужики, да, и они все острее переживают то, что, допустим, они здесь. Есть, да, они здесь, а кто-то там, ну есть такие. И вот нам ребята в зоне АТО вообще сказали очень правильные слова. Пацаны, давайте каждый будет заниматься своим делом. Мы вас очень просим. Потому что когда у нас есть минуты отдыха, мы... Кто книжки читает, а кто квартал смотрит. И вот сегодня засмеялся человек, которого мы все после контузии не могли рассмешить три месяца. Он не улыбался. Иногда стоит уезжать, просто чтобы отвечать себе на эти вопросы. Потому что ты здесь как-то так варишься, варишься и думаешь, может я действительно не то делаю. Может я вообще, да. Может я не на своем месте. Может сегодня я... Ой, я об этом с тобой хочу поговорить, потом немножко попозже. 95-й квартал когда-то. Сейчас квартал 95. Это большая часть твоей жизни. Да. Коллектив, где в основном мужчины. Как они тебя нежно называют, скажи мне, пожалуйста. Нежно они меня называют Малечка. Почему Малечка? Это производная от моей девичьей фамилии. Я Лена Малешенко в девичестве. И познакомилась я с ними тоже в девичестве еще будучи. Вы 15 лет вместе. 15 лет. Да, даже больше. Браки не все выдерживают. Да. Ну, по сути даже больше. То есть, понимаешь, мы знаем друг друга, ну правда, так давно. И так многое друг о друге знаем, что даже неприлично. Вот. И я могу обидеться, правда. Я могу, да. Вот иногда мне что-то становится так, что себя жаль. Когда мне кажется, что сильно тяжело я пашу. Когда физически тяжело. Когда 20-й концерт. Когда иногда холодные гримерки. Когда я не могу принять душ, допустим, какое-то время. Когда переезды. Когда у Маши отчетный концерт на танцах, а я на нем не присутствую. Когда съемки ночные, дневные, ночные. И я выжатая. Когда вот всего много. Ты обижаешься на кого? На них? На парней? Я не обижаюсь. Мне становится жалко себя настолько, что я начинаю. Конечно, вам легче. У вас там тылы прикрыты. Вы пришли, у вас там все приготовлено. Дети обуты, наглажены. Все нагреты. Да, конечно. Вам хорошо лежать. А я вот. Тут в парикмахерской не была уже месяц. Я просто на какой-то момент, на какое-то время. Мне надо буквально несколько минут. Мне надо вот их не видеть. Поэтому у меня иногда случаются отдельные гримерки. Плюс 8 человек мужчин. Это же все равно какое-то мужское пространство. Свои темы, свои шутки. Свои какие-то. Вы видитесь с утра до ночи. Сутками, годами. Да. Маш, я не знаю. Я не знаю. Это какой-то уже, мне кажется, вживленный чип, что ли. Я не знаю, как мы это все проживаем. Если ты отслаиваешься на какое-то время, не знаю. Отпуск у тебя есть хотя бы раз в год? Нет, ну, конечно, у меня есть отпуск. И я могу не видеться. Вы не вместе, надеюсь, отдыхаете? Нет. Мы отдыхаем не вместе. Мы не видимся иногда неделями. Так. И сколько ты без них не можешь провести? Вернее, можешь провести времени? Ну, у меня просто не выпадало случая проводить без них много времени. Поэтому я как-то... Максимально. Сколько ты была без них? Максимально. Прямо интересно. Ну, месяц. Месяц. Без вот этой каждой физиономии из восьми. Да, ну, месяц может быть. Твое личное отношение к этой твоей препятствии, связанной практически вот в крови находящейся у тебя. Ты как это оцениваешь? Хорошо это? Плохо? Ну, вот честно. Вот Леночка из квартала, она же фундаментальна в сознании зрителя. Возможно, юморной Леночки в какой-то момент стало слишком много для меня лично. То есть у меня не было... Моя мысль не шла в том русле, что так, кажется, я заигралась в Леночку из квартала. Слишком много Юли, слишком много пародий, хи-хи-ха-ха. Надо как-то вот пиар-ход другой. Теперь я серьезно. Этого вообще во мне нет. Подожди, мы не про пиар говорим. Мы говорим про то, когда ты в хорошем настроении. Да. В кафе. Да. С семьей. Окей. Болтаете про будущий летний отдых. Тебе подходят и говорят, что Юля Владимировна, что Юля. Так и е, Маша. А может и селфи. Так, что в этот момент ты чувствуешь? Ты встаешь. Включаешь работу. Ты работа. То есть ты не говоришь, послушайте. Я вас очень прошу. Я могу так сказать на пятом человеке. На пятом. Я могу отказать фотографии в аэропорту. Я вообще в последнее время чаще отказываю фотографии. Но у меня... Почему? Потому что нарушают твое пространство или потому что чуть-чуть уже вот тут? Ну, я не знаю почему. Просто я этого не хочу. Благодаря кварталу, благодаря, в принципе, вот этому начинанию делу, там, КВН, движению, ну, в принципе, поменялась моя жизнь. Очень сильно. И я когда-то говорила, там, пацанам, как-то там, после очередного бокала шампанского, что-то меня тогда повело на откровенность. Я говорю, что, по сути, своим вот сегодняшним таким, ну, не знаю, тихим счастьем таким, да, вот внутренним каким-то спокойствием и этой жизнью, ну, я обязана им. Потому что, по сути, они моторы. Ну, Вова там, да, ну, вот пацаны, те, которые начинали, Саня Пекалов. Там вот, ну, они вот это все как-то вот так вот двигали, пытались сдвинуть с места. Я уже заскочила в этот поезд. И уже, ну, скажем так, стала одним из вагончиков. А они тогда были локомотивом вот этим вот главным. И я, вот, правда, я понимаю, я очень четко осознаю одну вещь. И никогда не перестану быть благодарной за это. Как бы нас, может быть, там где-то не развела судьба. Что бы ни произошло вообще в нашей творческой, профессиональной жизни. Ну, что бы, вообще, как бы мы там, вот, 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 что бы ни случилось. Вот это такое детское, юное чувство благодарности за то, что я одна из немногих, кто попал вот в этот паровозик. Миллионы украинцев чекают на экране появы Леночки с Кварталу. Але мало кто знает, как тяжко даются ей эти жарты. Я понимаю, что мне нельзя рыдать, а не катиться. Я понимаю, что, ну, вообще, мои слезы сейчас ни при чем. Яку ціну довелося заплатити ей за неймовірну народну любовь. Тебя даже не пронзила то, что у меня будет ребенок. Что змушує ее дорекати своим коллегам по команде. Почему ты не снимаешься в фильмах Квартала? И який біль крізь роки ховается за образом веселой та безтурботной Леночки. Давай остановимся чуть-чуть. Хорошо, давайте остановимся. Усі відповіді вже замыть. А були і сложні моменти? Були моменти за ці годи, коли у остро все було? Коли, може б, стояла вопрос о розпаді групи, о твоєму уході? Ти знаєш, о моєму уході прямо так, щоб, якщо обозначивати і определять це именно так, вопрос не стоял ніколи. У мене були некаторі сомнення насчет того, як отреагують, допустим, ребята в Квартале на мої действа, тільки в той момент, коли прийшла в голову затія з фестивалями. Ось она прийшла. З використовими фестивалями, які ти проводиш? В фестивалі «Кольорові ночі», «Три дні у саду», «Птахи», «Різдвяні ярмарки» – усі ці заходи були організовані в Києві Ліною Кравець і командою руху «Просто в місті». За кілька років їх відвідали близько 40 тисяч людей. Ну, я, якщо я не ухвачиваюся за фразою того, що «Дело на стороні», то есть, в общем-то, «Дело» у кого-то із квартальців своє, какое-то частное, не дуже приветствується. Вне колектива. Ну, по большому счету, його никого і нет, этого «Дело». Мне кажется, це не приветствується до тих пор, поки ти об этом не сказав. То есть, вот, дальше все уже зависит только от обстоятельств. Це ні в коем случае не значить, що ти не можеш нічого більше робити. Ну, нет. Але, грубо говоря, треба ставити в известність, треба сообщати командиру полка, що у тебе… Командир полка – це Владимир Зеленський. Ну, да, конечно. Часто апеллирують, говоря о квартале, такою фразою, що там є своя ієрархія. Чому получає роль і як получає роль тот чи інший актер у вас в групі? Чому ти не знімаєшся в фільмах квартала? Чому ти не ведеш чисто ньюс? Чому тебе нет в «Вечернем Києві»? Та знаєш, не теж не тільки мене, Маш. Я знаю. Ну, я ж с тобой щас разговариваю. Ти единственная женщина. А це, ну, це особо или нет все равно? Я задавалась тоже этим вопросом, конечно же. То есть, чого там скрывать? Ой, так много, так много всего надо поместить в ответ. А потому, що ти боишся. Бегеть чесно. Расскажи, як є. Є така історія, як коммерческий успіх фільма. Є таке поняття, як лиця медійні, які, допустим, нужні в тому чи іному кіно для його успішного проката. Я, як і багато хлопців з «Квартала», являю собою узнаваємою рожу тільки тут, на цій території. В Україні. Да. А так як фільми катались не тільки тут, потрібно було, скажімо так, уравнення з тими неизвестними решати вот именно подобним образом. Поэтому, може бути, і дело правда. Ну, є... Я не професіональна актриса, Маша, у мене економічне образование, мені страшно не хватає школи і теорії. Володя теж. Володя теж, да. Але його... Ну, в-первых, він мужчина, в-вторых, він автор сценаріїв, да, по-многих. Це його дітище. Це його дітище, понимаєш? Грубо говоря, в этом... Я б не хотела, щоб зритель, люди искали в этом какой-то скрытий смысл. А їх-то не берет там сам с ним... Ну, правда, його нету. Ми можемо открыто очень об этом говорить. Ну, с ним. А говорите? Говорите вы ему, да? Я спрашиваю, а кто в следующих восьмых-первых свиданиях будет сниматься? Там, ну, я спрашиваю, да. Он говорит, ну, наверное, вот эта или вот эта актриса, но хотя эту сейчас пробуем. И, ну, я понимаю. Он говорит, ну, с коммерческой точки зрения лучше это. Я... Маш, поверь. Сейчас времена поменялись, Геночка. Вот да. Все, будем ждать. Ну, очевидная штука, что вы одноцелое, вы один организм. Ну, и, ну, тут ты, так сказать, непрошибаема. Скажи мне честно, есть что-то, за что ты на них обижена внутри? Вот что-нибудь такое. Вот представляешь вот каждого из них вот так четко и думаешь, так, тебе не разо. Есть что-то такое? Я могу тебе сказать, что вот, ну, на что я точно обижаюсь и на что я им вот постоянно делаю замечания. Когда мы долго вместе ездим, ну, мы долго пребываем вместе, когда мы ездим. Это лагерь у нас такой, лагерный автобус, ну, грубо говоря, где все вот так вот там, ну, если жарко, в трусах, в майках. Ну, то есть все вообще вот как есть. Никто никого не стесняется. Иногда мы переезжаем ночью. И с утра, понятное дело, ну, все выглядят как-то по-разному, все чувствуют себя по-разному. То, что мы можем ночь, мы можем устроить детскач в автобусе, мы можем перебрать по алкоголю, ну, потому что мы знаем, что у нас завтра, допустим, выходной. А у нас день рождения у кого-то. И мы прямо в автобусе можем потусить. Отлично вообще. Зная при этом, что, ну, вот, никто, никуда, ну, дальше этого автобуса это не вынесет, да. Я с утра не переношу трех вещей. Трех. Сигарет, алкоголя и руга нематерной. При тебе, когда это происходит. Да. И тут утром, ребят, мы приехали, и все так просыпаются, подтягиваются, бутылочки там позвякивают, там где-то в проходе. А что это у нас там где-то? Ммм, Одесса? Прекрасно. И тут, допустим, кто-то идет вот вперед из них, из пацанов, ну, там, впереди у нас, закуривает сигаретку, осталось ли пивко, и что-то там может... По-нашему. И у меня это... И что-то в этот момент, ты начнешь выжжать, вырещать, скажешь, мы или здесь... Ребята, не ругайтесь, пожалуйста. Да-да-да, мальчика, извини, пожалуйста. Ну, и там, и еще пару ласковых. Ну, то есть так уже. Вот в этот момент утром я нахожусь в таком, ну, вот каком-то очищенном своем виде. Мне надо быстро выйти, вот быстро выйти, и опять какое-то время с ними не видеться. То есть вот так. Ну, тогда, Елена, внимание, пожалуйста, обратите на нашу очередную видеорисовку. Черт, не страшно. Может, они были откровеннее, чем я. Посмотрим. Лена, она наша, она единственная. Лена, знаете, во-первых, красивая, во-вторых, добрая. С ней можно поделиться вещами, которыми, в принципе, не поделишься. Теплая. Теплая – это чувство зрителей, и все мы в коллективе это чувствуем. Кто-то должен быть красивым в коллективе. И я считаю, что это Лена. В работе, наверное, конечно, бывают моменты, из-за которых впоследствии хочется сказать, ну, слушай, извини, переборщил. Ну, не со зла. Ну, так, а работа. Характер. Из ссори. Ленчик, прошу прощения за прошлое и за будущее тоже. Значит, Лен, я ни в чем не виноват. Это все авторы придумали. Леночка, извини, иногда бываем, наверное, грубы, иногда действительно, подшучиваем, да, но это все по-доброму, курсоматно. Лен, прости, пожалуйста, за то, что мы материмся, и никогда не обращаем. Много, что ты нахожусь. Это самое главное. Иногда, да, не замечаем, не за ними. Что ты тоже не замишься, черт. И мини-бар, однажды помнишь, оплатила. Спасибо тебе, Лен, и прости за мини-бар. За прости за все. Как это? Вы какое-то прощенное воскресенье снимали. Как это? Я столько... Боже мой, ребята, это вообще так... Ну, это вот то, о чем я тебе говорю, понимаешь? То есть это, ну, это как в семье. Спасибо. Спасибо за эти кадры. И пацаны, вам спасибо. Куда-то вам скажу. Вот вы с ребятами, вы друзья, или вы хорошие партнеры по работе? Я думаю, что, прежде всего, мы друзья, даже несмотря на то, что наша дружба претерпела некоторые трансформации в процессе во время пути. Мы не дружим прямо в квартале, вот так вот, знаешь, чтобы вот, вот, в десна. Вот нет. Может быть, тогда, если возвращаться к понятию, что для нас была дружба тогда, ну, несколько лет назад, это чувство, как заря отношений, знаешь? Как вот это то, что конфетно-букетный период, когда, ну, когда ты вообще не видишь ни никого, ничего. Да. Потом, мне кажется, мы набрали такую скорость потом, и на этой скорости очень сложно сохранять, ну, какое-то, какое-то спокойствие в отношениях. Уход Дениса Манджосова это первый серьезный отвалившийся кусок нерешимого вот этого такого ядра. Как ты лично это пережила? Это такой был страшно сложный день. Два-три назад было, да? Да, это два с половиной, по-моему, годы назад было. Денис просто ушел и его и ушел. Был конфликт, был довольно серьезный конфликт, вследствие которого не смогли мы совладать с эмоциями. Денис не смог настолько, что не видел себя больше. Я надеялась до последнего, чтобы точка невозврата не пройдена. это вообще так случается. Ты настолько не представлял раньше возможности даже не допускал. В этом организме, да. И когда это вдруг все случается, вся остальная стая, она вдруг, ну, вдруг сплачивается. Ну, вдруг, да, то есть происходит какой-то такой момент, что так, держаться. это был конфликт Дениса и Вовы. Ты знаешь, вот, я в нем, внутри, в этом конфликте не находилась. Я спала вообще и слышала. Потом, конечно, я проснулась, услышала, что дело приобрело очень серьезный оборот. Я не могу сказать, что это был вот только их конфликт. Там уже потом уже вот, ой. Наслоилось много, да? Да, много чего. Мне зритель не просится, если я тебе не задам один вопрос. Это, так сказать, самый глобальный вопрос, который висит всегда на кварталах. Вам не страшно шутить над первыми лицами политическими? Да? Страшно. Ну, ты отвечаешь мне как всем. Ну, серьезно. Вот ты стоишь шановная Украина. Это не то слово мне страшно. А потом выходишь из гримерной. Я знаю эту историю. И ровно в дверях твоей гримерной стоит Юлия Владимировна Тимошенко. Говорит тебе, что она тебе говорит? Здравствуйте, Лена, да? Витаю. Шановная Лена. Ну, вот как, как, как это происходит, когда вы все-таки сталкиваетесь с теми людьми, которых, собственно, вы являетесь уже тенью. Юлия Владимировна, ей нравится твоя Юля. Да, она, как она сказала, где мой прототип? Я хочу сфотографироваться. Я говорю, серьезно? Юлия Владимировна. Так, я хочу замысфотографироваться. Я говорю, Боже мой, у меня родители, ну, просто будут в шоке. Передавайте витание батькам. Для них это тогда это было такое первое наше прикосновение к, ну, большой политике такой вот, да? То есть мы, они всегда переживают. Всегда. Лена, в этом концерте мама мне звонит в двух случаях. Когда у меня была не очень удачная прическа или наряд, или когда мы перебрали. когда все хорошо, она не звонит, звоню я, прекрасный концерт. Тебе так хорошо в этом цвете, там то-то, то-то. Хорошо шутили. Да, хорошо шутили, да. Ленчик, а зачем вы вот над, нет, я ничего не хочу сказать, а зачем вы вот над тем, вот над тем? Вы не всегда справлялись с этим? Я знаю историю, что вас вызывал прям бывший президент Янукович к себе на ковер, на разборку. Было такое? Прямо так, чтобы на разборку... Не было. Нет, я знаю, что бывали звонки. Бывали звонки. Да, бывали звонки от разных политических фигур. Был случай, когда нас вызывали там в министру внутренних дел, но это еще в бытность Луценко, по-моему. Да, мы тогда пережухали сильно, потому что мне позвонили, мне позвонили, потому что на тот момент я какими-то организационными вопросами занималась, и мой телефон был у любого прокатчика, у любого вообще человека, занимающегося развлечениями в Киеве. Я помню, что была такая фраза. Доброго дня, секретарь Министерства внутренних справ вас турбуе. Юрий Витальевич, там, то-то-то-то-то. Я уже... Да. Скажите, пожалуйста, а как я могу поспориться с вашими авторами? Да, безусловно, с Володимиром Зеленським. А что? Да, ничего. Юрий Витальевич хотел бы запросить их до себя. на предмет какой? А мы знаем, что только недавно вот про Юрия Витальевича вот что-то там было. Лихо было, да. Да, никакого предмета разговаривания не было. Вы, люди, веселые, он, человек, веселый. спелкуетесь. Вот так, и так, троеточие. У меня было вот это вот состояние. Алло, Вова, я все знаю. Ну, то есть, у нас был конкретный детектив. Ну, то есть, мы внутренне, конечно, скукожились немножечко и пережухали, потому что поняли... Так в итоге, что было-то? Да, в итоге просто... Концерт заказали у вас. концерт ко дню милиции. Слава богу. Притом, ну, ты просто понимаешь, таким путем немножко потрясло нас. 18 лет ты ему отдала, но 12 лет назад... Ты сейчас как о мужчине говоришь, я тебе 18 лет отдала. А я, мне кажется, это и вкладываю. Ты отдала им, может быть, даже больше, чем мужчине. И твой брак внутри квартала с Сережей тоже, собственно, частью его долгое время являлся. Единственный центр твоей жизни был квартал. Да. И в тот период у тебя появилась Машенька. Угу. Да. Вы были с Сережей совсем молодые. И ты была... Я была не готова. Я была вообще не готова... К появлению ребенка? К появлению другого центра в моей жизни. И поэтому, когда она... И она не случилась с центром. Она поглотила вообще все. Ну, то есть она... Я расскажу так, но вот вспышки опять же. Тест. Утро. Две полоски. Две полоски. Черт, две полоски. Ждять. У меня вообще другие планы. И вообще впереди игра. Москва. Мне надо найти деньги. Куча костюмов. Это же не пройдет, что у меня будет ребенок. Нет. Попозже. Должен быть. Будет у меня ребенок попозже. Проснуться, проснуться, пощипать себя. Нет, 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 нет. Вот такое было состояние. Нет, нет, нет. Нет, нет. Беременная. Но ты задумывалась о том, что ты все равно будешь перед выбором в какой-то момент. И ты перед ним потом встала, когда Машеньке было совсем... Да. Совсем. Она была крохотусиком. На тот момент Маше было там 11 месяцев или 10. 10. И все уехали в Киев. И Киев дарил новые возможности. Все это ваш коллектив? Ну, практически все. Ребята в основном. В основном. Ребята, они уехали прощупывать почву. Остались и там работали. Сережа был наездами. Приезжает. О, она улыбается. О, она гукает. О, ползает. А то у тебя? Да, это все было снято на видео. То есть я снимала практически каждый день ее жизни, чтобы потом ему показывать. Мы жили вот так вот на таком-то расстоянии. То есть на телефоне постоянно. И я начала понимать, что я немножко подвисаю. Но когда мне звонил Серега и говорил, слушай, а тут в общем, мы пошли на тот канал. Встретились там. Ну и короче, будем снимать концерт. Я говорю, да ты что, серьезно? Концерт? Да. В Октябрьском будем снимать концерт. Звезды будут. Я говорю, звезды будут? Ну то есть только что произошел там разрыв большой. От КВНа мы ушли. Ушли из клуба. Ну это фактически было рождение квартала. Правильно? Оно происходило без твоего особого участия. Да, он берет в какой-то момент трубку и говорит, слушай, Маль, ну в общем, ты нам нужна? И мне так, ну то есть как нужна? Ну, слушай, ну тут в общем реально большая очень, очень большой объем работы по звездам. Их надо звонить, приглашать, с ними надо договариваться. И ну нам реально не хватает рук. Если, я не знаю как, но если можешь, делай это из кривого рога. Ну, лучше, чтобы ты приехала в Киев, чтобы ты была на месте. Поэтому, я знаю, что у тебя ребенок. Я вот так стою, а у меня вот так вот, Так вот, слушай, у меня слеза, потому что, а мама стоит моя, вот так вот с Машей, вот тут, вот тут. То есть, она просто вот так вот по глазам прочитала, тебя в Киев зовут, езжай. Я баааа, сразу, все. Ну, и тут Маша, понятное дело, начала плакать, я начала спрашивать, а как же Маша? Она говорит, слушай, ну, ты не кормишь. Ну что, не справлюсь. Ну, как-то вот. Дальше, Маша, я могу, я не хочу дальше вот рассказывать, что было дальше, потому что это, это самые сложные восемь месяцев моей жизни. Когда ты отсутствовал. Да. Если бы, вы знаете, есть такой тривиальный вопрос, что бы вы изменили, если бы вот вам бы предоставилась возможность прожить жизнь еще раз? И обычно люди отвечают, вы знаете, я бы ничего не менял. Так вот у меня есть эти восемь месяцев. И мне казалось, что я, получила долгожданное предложение. Я же не уезжаю. Что тут, господи, ночной поезд, шесть часов и ты в Кривом Роге, шесть часов и ты в Киеве, плюс телефоны есть. В 21 веке, поди живем. Я не, я не, я переоценила. Твоя мама уникальный человек. Это вообще. Ты должна быть ей благодарна, ты это и сама знаешь. Мы, конечно же, с ней поговорили. Маша твоя отказалась давать интервью, мы это тоже обожаем. Мы никогда не делаем каких-то насильственных штук. Но, тем не менее, у тебя есть возможность на своих девочек смотреть. Несите салфетки. Это было трудное решение, когда надо было выбирать. Володя говорит, поехали, будешь работать в Киеве, а тут ребенок маленький. Маша здесь с месяца был. Ну, наверное, самый трудный период был в ее жизни с этим решением. Но мы подумали, что нельзя лишать ее ее любимого дела. Предложили оставить Машу нам. Это были трагические дни. Она очень хотела работать. У Вовы Зеленского в команде. Ай, и она просто не могла расстаться с ребенком. Как это? Как это? И вот так случилось. Мы ее убедили, что поезда ходят, самолеты летают. Будешь приезжать? Она много плакала тогда, когда приезжала, от радости, что она видит этого ребенка. Вот. Ну, приезжала она утренним поездом, а уезжала вечерним. Это были очень насыщенные такое общение с ребенком. Практически они были все время вдвоем. Это было было эмоционально и радостно, и тревожно, и трагически всяко. Больше я не буду. Сяду я. Сяду я. В ассене. И поеду. Паааа. Си. Когда я показывала фотографии Лены маленькие, ну, маленькой, ну, например, до года или там полтора, два года, спрашивала Маше, кто это? На фотографии Лены она говорила, Мася. То есть я. Она говорила, что это она. А как гуси-гуси? Хотите. Есть хотите? Гуси. Когда у человека есть интерес к определенному делу, да, и она нашла себя, какая бы у нее жизнь была в Грюмроге? Работать с восьми до пяти, семья, как у многих. А тут она вырвалась в широкий мир такой. она нашла себя. Мы не могли, видя ее желание именно работать в этой сфере, мы не могли ее, ей запретить, это будем так говорить. Мама. ты хочешь это дальше снимать или сделаем перерыв? Я сделаю, как скажешь ты. Ну, я думаю, что мне надо немножко успокоиться. Я тебе, во-первых, очень благодарна, что вы с нами поделились этими архивными кадрами, которых нигде не было. Ой, это жесть. Почему? Ну, потому что вот так так остро все переживается до сих пор. Давай остановимся чуть-чуть. Хорошо, давайте остановимся. Свого часу вона залишила доньку заради 95-го кварталу и он зробил ее народной улюбленницей Украины. Тебе подходят и говорят, это же Юля Владимировна, это же Юля. Так и есть, но что происходит в родине самой Лены Кровець? У нас не существовало практически друг для друга. Как мужа и жены. Какие слова человека через рокы спильного життя выразили ее в самое сердце? Серый на всю страну просто взяла как-то так он сказал. И сенсационное та неочекованное зазнание Лены Кровець. Все это уже замыть. Я тебе невероятно признательна за откровенность. Спасибо тебе большое. Леночка, но эти слезы, если бы все было хорошо на душе, их бы не было. Ну, да. Поэтому оправдываться за них или стыдиться это тоже, наверное, неправильно. не совладать. с какой-то внутренней твоей с внутренней болью какой-то. Именно с тем, что ты не видела девочку свою. Да. И то, что ты ее оставила и... да, это связано именно с тем, что я сегодняшняя не могу дать объяснение себе тогдашней, почему ты предпочла уехать, почему ты вообще предпочла работу ребенку. А есть чувство вины перед Машей какое-то? Ты знаешь, да, оно иногда вылезает, и Маша уже в таком возрасте, когда я, слава Богу, могу ей его озвучить. То есть я могу ей сказать, Маша, ну вот я у тебя такая мать, понимаешь, говорю, ну вот такая, ну мама, ну представь, ну вот Дарю, я уезжаю, когда тебе надо, чтобы я была с тобой. Это в такие моменты, да, ты ей говоришь? Да, Машуне говорю, ну вот такая работа у меня, ну хочешь, я не поеду. А она обижается, да? Не, она не обижается, она скучает и не хочет, чтобы я уезжала. Я ей говорю, ну хочешь, я не поеду. Она была маленькая, говорила, хочу. Я говорю, ну хочешь, ну я серьезно, я сейчас позвоню Вове, скажу, меня Маша не пускает. Нет, не говори, типа, что Маша не пускает. Скажи, что ты не хочешь. Я говорю, Машенька, я не хочу, ну мне надо. Я ей там как-то пыталась объяснять. Плакала, пламушка. Да, она плакала, но один момент, ты знаешь, один момент как-то выровнял все мои тревоги по этому поводу. Она оставалась с бабушкой, я уезжала на гастроли, она оставалась с бабушкой и в прихожей, я уже на чемоданах, она устроила просто, ну, показательное выступление прощания с мамой. Она вот так протягивала ручку и говорила, не надо, ну то есть, на надрыве, на голосовых связочках. Мамочка! Ну это было, это невыносимо. Это невыносимо. Я говорю, мама, забирай ее, пожалуйста. И она ее вот так вот оттаскивает, она цепляется за меня, я вот так вот руки. Просто, ну какой-то ужас. Я говорю, мама, закрывай дверь, закрывай. в конце она там, чуть ли не ручка, вот эта исчезающая из проема дверей. Мамочка! Ну как ты это переживала? Я вот так вот к нему стойду, стою там просто и слышу за дверью, за холопом, у нас деревня. Ляяяяяяяяяяяяяяяяяя! Я вот так вот к двери там звоню маме и говорю, мам, Налена, у меня шок. Закрылась дверь, она пошла гулять. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Она тебя все сделала. Я говорю, так она и актриса еще. Нет, она правда. Потом, конечно, она плакала. Где мама, где мама, когда мама приедет. Но вот это ля-ля-ля. Тебя оно спасло тогда, видишь? Иначе ты бы это могло привести. Я поняла, что где-то в ней все-таки она знает, что я переживаю по поводу этому. И она немножко подлила мне так масло в огонь. Сейчас ситуация другая. Сейчас мы можем созваниваться. Она знает, что мне надо уезжать. Она спрашивает заранее, за две недели, сколько дней? Тебе не будет четырех дней. То есть ты уедешь в четверг, а приедешь в понедельник. В понедельник ночью или понедельник утром? Утром. Рано? Я уже уйду в школу? Или я тебя увижу? До минуты. Для меня было очень важным моментом, когда она шла в школу, чтобы она ни в коем случае не задирала нос, конечно же. Ты говорила с ней. Да, я с ней говорила. Я говорила, что моя профессия от всех остальных мам и моя работа от работы всех остальных мам в вашем классе отличается только одной вещью. Меня показывают по телевизору. И все. И все. Маша, говорю, мне так же тяжело, так же вот-вот все. Я говорю, поэтому пожалуйста. Однажды был момент, она пришла с газетой в стиле недели, кажется. Мам, девчонки принесли газету, где я с тобой на обложке, дорогая. На обложке не ты со мной, а я с тобой. Но это не я принесла, это девчонки принесли. Я не могу не затронуть тему еще твоего мужа, Сережи. Вы женаты уже лет 15, да? 2002-й? 13-й. 13-й. Ну, это мы женаты. А, знакомы дольше. А знакомы мы с 96-го года, да. Он сегодня нигде не прозвучал. Мы нигде не отправлялись к нему. Как он реагировал, поддерживал. Чтобы сейчас все не проговаривать, ведь можно просто сказать, кто для тебя этот человек спустя столько лет? Твой муж законный, отец твоего ребенка. Это человек, любовь которого вообще меня, ну, не знаю, держит, поддерживает. Он однажды, спустя уже столько лет, когда о нас снимали фильм, о квартале, снимали большое кино, много серий, такое архивное, такое, знаешь, хронология. Ну, да, такое эпохальное, да. Я смотрела про каждого из вас, да. Он однажды, его не было дома, а я смотрела очередную серию, где вот говорили об отношениях, муж, жена, что у нас вот это все. Серый на всю страну. Просто взяла, как-то так он сказал, ну, я люблю ее, и у меня, ну, знаешь, ну, не то, чтобы он мне не говорит этого никогда, но просто он как-то взял это и так, и так вот... Очевидно. Так сказал, вот, да, на всю страну, вот взяла. Ну, я же люблю ее, ну, и, конечно. Ну, и все, и меня, знаешь, как вот вообще, мне там... У меня реально закружилась голова. Мы столько, ну, мы столько пережили вместе за эти, там, ну, 13 лет брака и еще, там, 5-6 лет встречаний, да, каких-то... Сложности пережили. Да, и сложности, и кризисов, и все это было. И расставались. И расставались, да. Хорошо, ну, а какие-то подарки, какие-то сюрпризы, какие-то сентименты, что-то, вот то, что нам так необходимо. Записочки на тумбочке, родная, милая, нету этого всего, я не знаю, что у тебя есть. Маша, что может быть... Маша, что может быть... У тебя это есть. Маша, нет. Нет, да? Нет, но... Вот, вот, ну, скажи, вот что может быть ценнее? Подарок, допустим, просто, ну, подарок какой-то, ну, вот, ну, вот, держи, держи тебе дорогое украшение, да. Или посиделки с тобой вдвоем до трех часов ночи на кухне. Я выбираю посиделки. Я тоже. Были сложности. Они были, я думаю, как во всех вот нормальных парах. Да, они были. И да, было, ну, прямо вот... Вы с нами тоже поделились одним ценным архивом. Когда не было еще телефона, роуминга и прочее, у вас была видеокамера, вам подарили ее на свадьбу. И, ну, правда, в кино не ходи, видно, кого снимает твой муж Сережа. Да? Да, смотри, как это, как это смешно со стороны. Здорово. Мы сейчас опять будем какие-то несурадные. Ой, как... Ты же можешь возьмать что-нибудь посмотреть? Ты что, не знаешь? Нет. Ну, пожалуйста, ты хочешь? Давайте снимать. Уже. У меня еще 92 минуты, готовьтесь. Знаете, тебя кто-то поснимает? Ты только с ним. Не, сегодня я. Это классные кадры. Очень хорошие. Да, очень хорошие. Ваша семейная жизнь, она вся была в рамках, ну, не в рамках, как сказать, во время жизни квартала. Да. Вы познакомились. Потому что Сережа работал, он с Володей начинал. Да. Правда же? То есть он еще раньше, чем ты там появился. Да. У вас сложилась семейная жизнь, родилась Маша, вы пережили сложный период с ней, с расставанием с ней, ты сделала выбор в пользу квартала на какой-то период. А ваши отношения, как-то квартал на них влиял? Ведь ты обмолвилась, что ты занималась и администраторской деятельностью, и играла, и что-то даже писала. То есть были годы, когда вы работали, работали, так сказать, на благо студии, бесконечно. На благо студии, немножко во вред отношениям, да. Вдвоем. И он также был занят, потому что у него там была функция продюсерская. Ну, да. Что-то. Мы когда начинали, да, мы работали в одном кабинете. Отношения страдали? Да, очень. Из-за того, что вы были все время рядом, или из-за того, что вы были в контексте работы, квартала, сложностей? Да, у нас не существовало практически друг для друга. Как мужа и жены? Да. У нас не было своего микромира. У нас не было... У нас не было пространства, где мы могли бы находиться только вдвоем. и в силу какой-то неопытности, молодости, зелени такой какой-то душевной вообще еще. Не работал этот принцип, конечно же. Дома не говорим о работе, на работе не говорим дома. Это вообще сказки. Ничего этого не происходит, потому что, если ты вот так работаешь с мужем, ты не можешь... А! Вышел, закрыл двери съемочной площадки, все, я теперь другая. Нет. Так или иначе... Дома продолжали обсуждать все проблемы. А так как мы сидели в одном кабинете и рядом еще сидели другие люди, я все время спиной чувствовала его отношение к тому, допустим, что я говорю по телефону. Если он с кем-то, как мне казалось, не очень любезно говорил, я делала замечание, он мне в ответ говорил, слушай, может, я сам как бы разберусь, я взрослый мальчик. А вечером дома и обсуждать. А что у тебя завтра? У меня это, так не звони туда, я же просила не звонить туда. Ну так я позвонил, так мне это сказал зеленый. Ну так что? Вот это вот все. То есть мы просыпались утром, завтракали вместе, садились в один автомобиль, приезжали в один кабинет, садились на разные стулья, вставали вечером, садились в один автомобиль, приезжали в одну квартиру, ложились в одну постель, вставали утром. Итак, мы поняли, ну я поняла в какой-то момент, что нависла угроза такая. Только ты поняла? Ну может быть, Сережка просто это не озвучивал. Ну то есть, что-то было. Угроза разрушения семьи. Угроза не то чтобы разрушения семьи, порчи отношений такой, знаешь, ну гниения какого-то, такого неприятного, такого вот, когда обоим неприятно. Плюс Маша уже была в Киеве. И с ней надо было тоже как-то, ну надо было выстраивать вот эту всю конструкцию. И мама, и папа. А еще ей нужно ходить в сад. И из сада ее должен кто-то забирать. А няни у нас тогда не было. И все решал, а по воскресеньям и субботам нужно было приготовить, убрать. С Машенькой, которая, мама, почитай. Да, и Сережа тоже делал. Я готовила, он там как-то уборка. Это я устал, я не хочу это все вообще делать, я хочу пойти с пацанами посидеть. Я говорю, так а что, я одна должна? Стандартная вообще, абсолютно стандартная штука. И в какой-то момент, опять же, где-то там наверху, решили мне помочь. Был какой-то тренинг личностного роста. Я не помню уже, как он назывался, по-моему, что там, я не помню, как он назывался, трехдневный. Я на него пошла, потому что подружка пришла с вот такими глазами, рассказала мне, что после тренинга личностного роста она организовала постройку детской площадки во дворе. Помогла там тому-то, тому-то. Записалась на курсы того-то, и завтра открывает свой бизнес. Новая жизнь. Да, а я ее знаю там лет пять. Серьезно, да. Это Лена вообще, это глоток свежего воздуха. Иди. Ну, три дня, не прошли даром. На четвертый день я пришла на работу с вот такими искрами в глазах. Меня провожали, знаешь, как Людмилу Прокофьевну встречали. Что-то случилось? Проспала. Вот это вот-вот, четко вообще. Я пришла. Алло, агентство по подбору домашнего персонала? Здравствуйте. Мне нужна домработница. Да-да-да, у меня появилась домработница, которая работает. Я ее не называю домработницей, я не люблю это слово, потому что куда-то отсылает меня туда, фрикен бог. У меня помощница по дому. Это помощница моя. Да. Все. Бытовой вопрос закрылся. Вот как-то так, потихоньку, потихоньку, по шажочку, мы начали выкарабкиваться. Получается, что ты предприняла ряд действий, а он? Вот есть в этом какая-то несправедливость. А он был счастлив. Убирательно счастлив, что теперь по выходным мы можем пойти в зоопарк, поехать на природу. Он может сходить в автосалон, помечтать об автомобилях, а не пылесосить, убирать там, и вот что-то еще. То есть тебя устраивает то, что ты, в общем-то, поворотный двигатель в этой всей истории. Ты принимаешь решения, делаешь какие-то шаги. Я знаю, что из должности администраторской ты ушла, смотрела свой график, то, что ты меняешь какие-то образующие важные внутренние цепочки. Мне кажется, это в принципе, по своей сути женская забота. Мне кажется, что женщина сама может быть того не осознавая, так или иначе, является вектором неким. в семье. И я знаю, что мы сильнее и духовно богаче мужчин только для того, чтобы они могли, ну, скажем так, вдохновляться и подниматься туда, вот к каким-то другим вибрациям нашим. У меня по традиции есть финальный вопрос, Лена. Я свяжу его с твоей основной деятельностью. вот в любой драме, в любом спектакле, в любом, так сказать, жанре, произведении есть обязательный момент, конфликт. То, что мы сегодня с тобой проговорили, это в общем дает ясную картину того, как ты живешь и очень дает ясное ощущение того, как ты себя понимаешь в этой жизни. Поэтому мой финальный вопрос о том, какой твой внутренний конфликт на сегодня спустя все, что пережила ты, вы и твой мир под названием квартал. потому что у нас состоялась беседа честная и мне кажется, что нечестно по отношению к зрителю сейчас финализировать тем, что вот все так, все так, как мы хотим вам показать. насущных таких вот вопросов, о которых ты спрашиваешь, их два. Первый касается Маши и конфликт мой перманентный в том, чтобы вырастить или в том, чтобы ее жизненный иммунитет формировался сегодня в силу моих, наших Сережей каких-то не хочу слово говорить правильных, верных решений вот каких-то. А второй конфликт, который я, наверное, проговорю сейчас для себя впервые, мне кажется, что это странно сейчас прозвучит, мне кажется, что я в этой жизни ничего не достигла сама. сама. Так, чтобы вот чтобы приложить какие-то усилия и самостоятельно овладеть каким-то, ну, не знаю, не ремеслом, а каким-то знанием, какой-то профессией, какой-то каким-то делом. У меня сейчас много дел. Все они интересны мне, но почему-то ощущение внутренней, внутреннего вот такого вот само успокоения, что, типа, я для своего возраста достаточно вообще уже сделала. Мне все время кажется, что что, если бы не квартал, ну, вот этого бы всего не было. А ты сама вообще себя что представляешь? Все, тебя... Вот нет квартала? Забыли. Квартала? Нет. Кто ты? И остаются только незыблемые вещи. Я мама, я дочь, я жена, я женщина. Вот такой вот конфликт. Я тебе невероятно признательна за откровенность. Спасибо тебе большое. Спасибо, Маша. Спасибо тебе огромное за это. Спасибо. Это была Лена Кровец. До встречи. Спасибо.